Служба безопасности Украины вместе с побратимами из сил обороны продолжают методично уменьшать ракетный потенциал расистов, которым тот уничтожает украинские города. На фоне эпичного подрыва суперзащищенного склада ракет, аналогов которому не было, возникает один очень неприятный для Z-патриотов вопрос, а есть ли гарантия, что состояние так называемого ядерного щита бывшей России сильно отличается от состояния фанерных ракетных складов маршала Шойгу и генералиссимуса Путина? Если склад, который должен был выдержать ядерный взрыв, взлетел на воздух от дрона, то, как они хранят ядерные ракеты. Но эти вопросы пациенты Z-психушки, так любящие махать виртуальной ядерной дубиной, конечно, предпочитают не поднимать. А между тем, два с половиной года так называемого СВО, если что-то противникам России и показали, то это полнейшую немощь, гнилость и разложение государства. И в отличие от слабоумной охранойты, на том же Западе очень хорошо понимают, что дедушку мудаку на восьмом десятке лет новым фокусом уже не обучить. И он страну из этого штопора уже не выведет, а будет только дальше душить и крушить. Но уже все, уже посыпалась вся эта история. Штукатурка давно слезла. Сейчас начинает проявляться истинная вот эта вот морда. Сегодня в Москве произошла перестрелка. В центре столицы склеснулись вооруженные люди. Есть раненые. Обо всем по порядку. Сегодня компания Wildberries заявила, что муж основательницы маркетплейса Владислав Бакальчук пытался незаконно попасть в их офис в бизнес-центре Романов двор в центре Москвы. Как сообщается, к офису приехали неизвестные, которые хотели зайти внутрь, но их не пускали. После этого началась потасовка и стрельба. На место прибыло большое количество полицейских. Как минимум три человека получили огнестрельное ранение. Один из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших оказался и полицейский. Его срочно госпитализировали. В Романов переулок приехало более 20 машин скорой помощи. Из-за стрельбы из здания не выпускали студентов МГУ, чей корпус находится неподалеку. Позже их эвакуировали. Очевидцы сообщают, что к другому офису Wildberries на Динамо также прибыли вооруженные люди в масках. Сотрудникам сказали покинуть помещение. Сам Владислав Бокальчук назвал конфликт у офиса Wildberries провокацией и заявил, что на него и его команду пытались совершить нападение, когда они приехали на переговоры по остановке строительства складов. Его жена Татьяна Бокальчук называла заявления о переговорах абсурдными и заявила, что это была попытка рейдерского захвата и обратилась в правоохранительные органы с просьбой взять ситуацию под контроль. Напомню, что конфликт между супругами продолжается уже длительное время. Защитником и крышей госпожи Бокальчук стал олигарх Сулейман Керимов, чьи структуры теперь являются совладельцами вместе с Бокальчук этого огромного бизнеса. А крышей супруга Бокальчук стал Рамзан Кадыров, которому Владислав Бокальчук пришел накануне и просил о помощи. Кадыров даже записывал обращение. Записал же обращение Татьяне Бокальчук и ручной рэпер Рамзана Кадырова Тимоти, который тоже в этом конфликте выступает на стороне Владислава Бокальчука. Разборка между богатыми людьми, у которых влиятельная крыша в современной России происходит не в судах. Как видите, на улицах российских городов с оружием и стрельбой. Это один из итогов путинского правления. В России нет цивилизованных ни судов, ни каких-то разрешения конфликтов. 90-е вернулись. Те самые 90-ми, которыми Владимир Путин пугал российское общество. На улицах России стрельба, убийства и все это попытки рейдерского захвата успешного предприятия. Это Россия! Комиссар Каменского района Свердловской области. Олег Цибух. Вы гангстеры? Нет, мы русские. Ребята, полный портфель бабла. И мы с пушкой. Нам п***ь. На фронт поедет через 3, 2, 1. Удмуртия. Село 4. К приходу ВСУ полностью готовы. Губернатор Курской области Алексей Смирнов обещает вылечить своих избирателей от алкоголизма, если они за него проголосуют. На следующих выборах напишет голосуй за меня и я тебе 10 тысяч рублей займу до зарплаты. Чечерина воет перед военными преступниками в какой-то посадке. Вершина карьеры путинского музыканта. Стоишь в обносках посреди посадки в 46 лет и горлопанишь перед теми, кто тебе даже похлопать не может, потому что они руки свои обменяли на стиралки и унитазы. Есть разница между... Вот ты на Донбассе даешь концерты... Да везде по-разному всегда. На самом деле, после как началась спецоперация, концерты уже стали похожи. Что тут, что там, в лесах. Кристина Агилера, 43 года. Собирает стадионы по всему миру. Нелли Фуртада, 45 лет. Собирает стадионы по всему миру. Чечерин, 46 лет. Собирает мародеров в лесу. То есть для тебя, как человека, дающего концерты на передовой с 2014 года, но в принципе от того, что ты сейчас даешь их на Курске... Нет, опыты прибавляются, всегда что-нибудь новенькое случается, практика происходит. Да, и правда опыта, я смотрю, стало больше. В грибах Чечерина теперь разбирается хорошо. В Москве задержан адвокат Эльман Пашиев за то, что развел мужа инфо-цыганки Блюновской, пообещав, что сможет отмазать его за деньги от уголовки. Сам Эльман Пашиев имеет долг перед ФНС 700 тысяч рублей. Адвокат, у которого долг перед налоговой, идет разводить инфо-цыган, у которых долг перед налоговой, для того, чтобы заплатить долг перед налоговой. Не смеетесь? Не поняли? Это Россия. Это Россия! Это Россия! Сюда, блядь! Смотри, в глазах! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова